Добрый вечер! Действительно, ЕГЭ в сентябре проводилась впервые в этом году. Это предложение было дано Рособранадзором. Это дополнительная возможность для участников единого государственного экзамена улучшить свои результаты. То есть, проще говоря, ребята могли переиздать, чтобы улучшить свои результаты? Совершенно верно. В нем участвовали в этом экзамене как те ребята, которые не получили аттестат по итогам государственной итоговой аттестации в 2015 году и дополнительная возможность для них такая была, исправить свои неудовлетворительные результаты. В том числе участвовали выпускники прошлых лет для повышения баллов, которые они уже имеют. Какие экзамены ребята сдавали? Было всего два предмета. Это русский язык и математика. Но математику сдавали участники экзамена как на базовом, так и на профильном уровне. Много ли ребят откликнулось на призыв сдать осенью ЕГЭ и улучшить свои результаты? Ну, мы ожидали, что будет ребят, конечно, больше. Но, тем не менее, цифра не маленькая. 152 человека зарегистрировались в региональной информационной базе для сдачи экзамена. Явились, конечно же, не все, но все-таки много. Это были 124 участника и получили удовлетворительные результаты. То есть, прошли необходимый минимальный порог, чуть более половины. Сами экзамены прошли без эксцессов? На традиционный вопрос, были ли списывающие? Нарушений со стороны участников проведения ЕГЭ не было. Не было ни списывающих, ни приносящих телефоны, средства мобильной связи или какие-то иные нарушения. Все прошло спокойно в штатном режиме. Ну, вот с осенним этапом разобрались. Давайте о будущем поговорим. Все-таки о грядущей экзаменационной весне. Я знаю, что будут новации, будут изменения в процедуре ЭГЭ. Вот несколько слов и максимально подробно об этом давайте поговорим. Прежде всего, хочу сказать, что новации изменений в процедуре проведения экзамена для самих участников их, в общем-то, не будет. Все остается так, как это было в предыдущем учебном году. Все изменения, которые внесены в установленный порядок проведения ЕГЭ, они состоялись еще в начале этого года. И, в принципе, в мае и в июне экзамен уже проходил по этим же правилам. Но ряд нововведений в этом учебном году, конечно же, нас ожидает. В первую очередь, организаторов. Здесь хочется отметить то, что изменяется процедура доставки экзаменационных материалов. Сейчас непосредственно сами экзаменационные материалы в пункты проведения экзамена будут осуществляться транспортом только в близлежащих населенных пунктах. Все остальные пункты получают контрольно-измерительные материалы, по которым, собственно, будут работать дети, в зашифрованном электронном виде. Все каналы связи защищены, все закодировано. Задача обеспечения безопасности, она, в общем-то, выполняется. И непосредственно распечатывание самих контрольно-измерительных материалов, оно будет осуществляться непосредственно в пункте проведения экзамена, в аудитории, где уже сидят дети. И, в общем-то, все, так скажем, максимально приближено к участникам. И второе нововведение для организаторов единого государственного экзамена – это то, что когда экзамен завершен, когда все работы уже сданы, передача их будет осуществляться также в электронном виде, по защищенным каналам, что, в принципе, тоже направлено на решение задачи безопасности и объективности экзамена. Никаких возможностей что-то вскрыть уже потом, дополнить, исправить, поменять, ее такой не будет. То есть работа будет тут же отсканирована и в электронном виде уже плотно в центр обработки? Совершенно верно. А если коснуться самих контрольно-измерительных материалов, вот ребята будут сдавать так же, как раньше, или все-таки какие-то инновации в самих заданиях они будут? Да, здесь тоже есть изменения, работы меняются. Такая работа, в общем-то, ведется ежегодно. Мы уже не первый год не пишем в рамках экзамена по математике часть теста, который называют в народе угадайка. В этом году в русском языке уже контрольно-измерительные материалы претерпели изменения. Такие же изменения аналогичные ждут и контрольно-измерительные материалы по ряду общеобразовательных предметов в 2016 году. Я слышал, что в ЕГЭ по истории вот эта самая угадайка, то есть это тесты с вариантами ответа, они будут заменены мини-сочинением. Это так? Да, действительно, контрольно-измерительные материалы по истории претерпели изменения. И будет дополнительное задание в рамках теста. Тест он остается. То есть это все равно, так скажем, экзаменационная работа стандартизированной формы. Но в рамках этой работы есть задание, предполагающее написание участникам экзамена исторического сочинения по истории нашей Родины. Вот это такой, очевидно, небольшой формат СССР. Совершенно верно, небольшой. На ваш взгляд, не слишком ли поздно вот эти нововведения вводятся? Все-таки учебный год уже идет, и может быть, кто-то из выпускников ориентировался на угадайку? В принципе, Рособранадзор уже говорил об этих нововведениях в июне этого года. И организаторы единого государственного экзамена, собственно, школы, учителя и, я думаю, ученики уже знали об этом нововведении. На следующей неделе у нас будет пробный экзамен по этим предметам, где меняются контрольно-измерительные материалы. И возможность попробовать себя в рамках нового, так скажем, формата заданий будет у всех наших учеников. Надо отметить, что это дело добровольное, но, тем не менее, все наши 25 муниципальных образований, все средние школы в нашей Архангельской области, они заявились на участие в этой апробации. Ну и, насколько я понял, речь идет о новациях в экзаменах по выбору. То есть, те предметы, которые ребята более углубленно изучают, чтобы подготовиться к ВУЗам, то есть, в общем-то, для них тут ничего такого экстраординарного не происходит. Совершенно верно. Это все предметы по выбору. В принципе, все выпускники школы внимательно готовятся именно по этим экзаменам, потому что они зачастую играют определяющую роль при поступлении в ВУЗ. Поэтому для них это, в принципе, только, так скажем, дополнительный шанс, дополнительная возможность показать и проявить себя и свои результаты. Ну, я думаю, для родителей, в общем-то, важно сейчас объяснить, что экзамены по математике, по-русскому, те самые базовые экзамены, они никаких инноваций в себе не несут. Здесь, да, совершенно верно, все традиционно уже. Но вот при подготовке к ЕГЭ ребята могут использовать так называемый банк заданий, да, который располагается в интернете. Вот где эти задания размещены, есть ли там уже варианты новых заданий, которые будут в 2016 году? Все контрольно-измерительные материалы, в том числе и демо-версии по экзаменам этого года, с учетом и вот тех изменений, да, которые нас ожидают, они размещены на сайте Федерального института педагогических измерений. Кроме того, на этом сайте есть задания прошлых лет. Это тот ресурс, который надежный и которым нужно пользоваться и педагогам при подготовке к экзаменам, и самим, собственно, детям. Но чтобы получить допуск к ЕГЭ, нужно написать сочинение или изложение. В этом году так же все будет? Да, действительно, норма, которая была введена в прошлом году, сочинение или изложение в качестве обязательного испытания для того, чтобы был допуск к государственной итоговой аттестации, оно остается. Так же, как и в прошлом году, в первую среду декабря наши выпускники, школьники будут писать сочинение. И, насколько я помню, опять же, по уровню прошлого года, то есть те, кто не сможет написать в декабре сочинение, там зачет, не зачет, да, не получат шанс все-таки пересдать и получить допуск к основным ЕГЭ. Да, совершенно верно, здесь все так же работает по принципу прошлого года. Темы вот сочинения или изложения, они уже известны или хотя бы какие-то направления работы, чтобы ребята могли подготовиться? Направления работы, они известны, давно уже, направления сочинений, они известны, давно, они размещены все на портале ЕГЭ-2016 и непосредственно сами темы, они будут за 15 минут до написания сочинения даны. То есть, насколько я понимаю, такой вектор угадайк, он исчезает и появляется больше такого творческого начала в едином госэкзамене? Совершенно верно. Еще один информационный повод, связанный с ЕГЭ, это, конечно же, установка видеокамер, видеонаблюдения в аудиториях, где проходят испытания. На ваш взгляд, вот эта процедура, эта новация, она себя оправдывает? Эта новация себя действительно оправдывает. Если мы посмотрим на результаты ЕГЭ-экзамена 2015 года, то у нас на всех периодах проведения этого экзамена только два было случая использования телефона и шпаргалки. Причем это были выпускники прошлых лет. В предыдущие годы таких случаев было существенно больше. Кроме того, Рособранадзор сейчас внимательно анализирует все видеозаписи, просматривается видеозаписи в том числе и в тех пунктах, где не было онлайн-режима. И Рособранадзор делает анализ, результаты его первичные мы пока уже знаем о том, что в ряде регионов есть такая проблема, что результаты экзамена в аудиториях оффлайн-наблюдения, они выше. Мы по Архангельской области такую картинку видеть не можем. У нас таких, так скажем, нет технических возможностей это построить. Тем не менее, такой анализ осуществляется и выводы уже делаются по ряду субъектов. То есть речь идет о том, что часть видеокамер работает в режиме онлайн, и люди могут на специальном сайте, специально обученные люди, они мониторят ситуацию прямо, что называется, в режиме прямого эфира. А остальные записывают ход проведения экзамена, и в случае каких-то споров эта запись, она, в общем-то, и может помочь разрешить все спорные моменты. Совершенно верно. То есть это не, что называется, не против ребят настроенных, а чтобы помочь в каких-то спорных ситуациях. Да, да. Вот эта практика, она уже показала свою состоятельность. Что будет в следующем году? Продолжится ли работа по установке, я знаю, что камеры стоят в каждой аудитории, вот именно по онлайн-наблюдению. То есть мы будем увеличивать это присутствие видеокамер? Да, задача увеличения аудитории, которая будет работать в режиме онлайн-наблюдения, она стоит перед нами. Рособранадзором поставлено, так скажем, показатель увеличить количество аудиторий на 10%. Именно в режиме онлайн? Да. В целом, как вы оцениваете ЕГЭ в Архангельской области по прошлому году? ЕГЭ в Архангельской области в 2015 году прошло в штатном режиме. Результаты экзаменов достаточно хорошие. На августовском педагогическом совете присутствовал представитель Рособранадзора Евгений Семченко, который озвучил всему нашему педагогическому сообществу, которое присутствовало на областном педсовете о том, что результаты ЕГЭ в Архангельской области объективны, и они по многим предметам выше средних российских показателей. То есть ребята уже адаптировались к этой форме? Все-таки каждую весну поднимаются споры в интернете, на кухнях о том, что нужен этот ЕГЭ, не нужен этот ЕГЭ. Все-таки на ваш взгляд этот инструмент проверки знаний, он современен? Этот инструмент проверки знаний современен, но вместе с тем не отрицается портфолио и дополнительные какие-то возможности. В правилах приема вуза это будет предусмотрено. Ребята в большинстве своем, конечно же, привыкли к этой технологии, но как к любому экзамену, есть те, которые, конечно же, волнуются, испытывают стресс. И здесь, в принципе, нужно помочь этим детям. Ну и как мы видим, сам этот инструмент, он, в общем-то, трансформируется, чтобы учесть какие-то недостатки в веянии времени. Да, ежегодно что-то меняется при проведении единого государственного экзамена, и все изменения, они, в принципе, направлены на то, чтобы получить объективную картину результатов обучения наших школьников, ну и объективную картину качества образования. Правильно ли я понимаю, что вот та самая объективная картина, она помогает внести коррективы в образовательный процесс, чтобы подтянуть, что называется, слабые места? Конечно, меняются и стандарты, да, какие-то изменения вносятся в учебные программы, в перечни учебников, технологии педагогические, которыми пользуются наши учителя, ну и принимаются дополнительные какие-то управленческие решения по созданию тех или иных условий образования. Ну вот с 11 классами мы разобрались, теперь давайте чуть-чуть на ступень пониже, 9-классники, у них свои испытания, свои волнения. Что нового будет выпускной кампании 2016 года, но уже для выпускников 9 класса? Для выпускников 9 класса в 2016 году действительно есть очень важное и существенное нововведение. Если два предыдущих года выпускники основной школы сдавали два обязательных предмета, русский язык и математику, и экзамены по выбору это были добровольные экзамены, то в этом учебном году каждый выпускник 9 класса, кроме русского языка и математики, должен выбрать два предмета из других дисциплин. И особенность этого учебного года в том, что если выпускники по двум профильным предметам получат неудовлетворительную отметку, то ее пересдавать не надо. Она не будет влиять на результат аттестата. Но с 2017 года выпускники 9 классов должны будут уже в том числе пересдавать и предметы по выбору, если ими получена неудовлетворительная отметка. То есть у них такой уже свой маленький ЕГЭ. Да, да, да. Что ж, Елена Владимировна, спасибо большое. Остается лишь пожелать удачи вам и вашим коллегам. Спасибо. О выпускной кампании 2016 года рассказала заместитель министра образования и науки Архангельской области Елена Молчанова. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.